АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарю всех организаторов этой конференции. Итак, собственно, моя тема, которую я заявляю сегодня. Это фоносемантическая структура ведейского текста. Я выбрала наугад один из гимнов, это седьмой гимн, оказался первой Мандалой Редвенди. Предварительно скажу, что работы по фоносемантике очень часто вызывают критику. Они не основаны на точном методе, приводящем к убедительному результату. Не вызывающему сомнений. Часто выводы автора выглядят субъективно. И слушателю трудно избавиться от мыслей, не является ли обнаруженной повторы звуков, слогов, поддерживающих семантику текста, фантазии автора. Ведь в любом тексте мы найдем самые разные повторяющиеся сочетания звуков, иллюстрирующие, в принципе, любую нашу гипотезу. Однако не случайный интерес к фоносемантической природе текстов, особенно устных, особенно поэтических, восходят к древнейшим наблюдениям над природой языка. Еще в диалоге Платона Кротил анализируется фонетика греческих слов, звучания, в частности, мужских имен и женских имен. Я не буду приводить примеры, чтобы мне времени не тратить. Очевидно, что словесные произведения есть воплощение мыслей в звучащую форму, поэтому звучание не может не привлекать внимание ученых и поэтов. В конце доклада я приведу примеры фоносемантических наблюдений моих собственных над текстами на разных языках. А сейчас обращусь к теме моего доклада – фоносемантический анализ лидийских гимнов. Многие ученые, изучающие древнеиндийскую поэзию, особенность лидийских текстов, отмечали неоднократно, что фонетика звучащего текста является как бы поддержкой семантики. Здесь можно упомянуть работы Ели Даренковой, Татьяна Яковлевна, Топорова и других. Сейчас я обращусь к работам Сосера о бонограммах и процитирую некоторые наблюдения, на которые опираюсь именно я сейчас в этом докладе. Итак, первое – повторение в гимне слогов, принадлежащих тому священному имени, которому посвящается гимн. Это известная цитата, и дальше тоже очень известны его слова, известные всем, но для меня они будут важны, и я позволю себе потратить время. Можно взять почти любой гимн на удачу и убедиться в том, что, например, гимны, посвященные Агне и Ангера, представляют собой как бы ряд каламбурных созвучий, например, таких как Гирах, Анга и тому подобное, что свидетельствует о главной заботе автора – подражать слогам священного гимна. И второе – во многих небольших гимнах числа, устанавливаемые для повторения согласных, совершенно безупречны. Дальше Сосер будет говорить, что и гласные тоже образуют здесь звуковые равновесия. Еще буквально несколько цитат. Поэт полностью отдавался звуковому анализу слов, который становился его обычным занятием. Все слова могут участвовать в звуковой симметрии. И в соответствии, будь то в согласных или гласных, которые обнаруживаются в психотворных формулах, как будто все единообразно основаны на гораздо более точном правиле, которое не ограничивается общим разрешением подражать звукам, а дает представление о звуковом равновесии, определяемом с помощью числа повторяемых элементов. Итак, я предлагаю вашему вниманию, как я уже сказала, седьмой гимн. Я здесь выделила, вот, к сожалению, невозможно на презентации весь текст представить целиком. Это было бы, конечно, очень удобно, но я частями предложу вашему вниманию, если вдруг будет что-то интересное, я смогу вернуться к любому слайду. Итак, я выделила полужирным шрифтом те фрагменты, которые повторяются. Повторяются. Дальше я буду рассказывать. Повторяются они не случайно, потому что, конечно, повторяются самые разные сочетания звуков. И здесь, например, в самой первой мы видим пади, да, индрам, ид, гадхино, брхат. И мы здесь видим индрам и опять ид и ин и так далее. Потом идет следующая тема. Я об этом буду говорить. Я очень бегло пробегусь сейчас по тексту Гинна. Хочу просто обратить внимание на то, что, конечно, само имя Индры повторяется неоднократно. Оно в некоторых словах как будто зашифровано, проявляется сквозь некоторые созвучия. Я позволю себе уже конкретно некоторые свои наблюдения над текстом этого Гинна сформулировать. Итак, само имя встречается в Гинне 12 раз. Причем чаще всего имя Индры начинает с Павла. И в самых разных комбинациях повторяются отдельные звуки и сочетания звуков, показующие это имя, например, Адрин, Ираджяти, Виндхэ и другие, благодаря чему ассоциации позволяют услышать отзвуки главного слова в других словах текста. В частности, даже частицы, о чем неоднократно замечали авторы, могут играть роль музыкального ключа, настраивающего тональность Гинна, поскольку в частицах встречаются опять-таки звуки, созвучные с именем божества. В гимнах Индре такую функцию выполняет частица Индр. В нашем примере эта частица в нашем Гинне встречается дважды, в первом и во втором стихе. Таким образом, ключевое слово оказывается основой фонетической игры в Гинне, формируя многочисленные семантико-фонетические отсылки к другим словам священного текста. Я прочитаю здесь фитату из диссертации Векшина. А на грамматическое ключевое слово – своеобразная воронка, втягивающая в себя разродненные осколки других слов, звуковой и, очевидно, семантический узел текста. Вот здесь у меня эта цитата, на этом слайде, представлена в защищенной в 2006 году диссертации фоно-стилистика текста «Звуковой повтор в перспективе смыслообразования» эти слова были сказаны. И вот в контексте моей работы они очень показательны. Я хочу сказать, что изобразительный уровень любого имена, как мне представляется, и того, который я выбрала для анализа в частности, отличается полифоничностью. В нем может звучать несколько звуковых тем. Я сейчас попробую это показать. Хотя доминирует, как правило, одна – имя Бога. Мы видим, например, что Индра называется громоверщицем, владельцем Баджарой. Слово Баджара встречается в гимнитрижке во втором, пятом и седьмом стихе. Однако фонетический облик этого слова многократно резонирует с звуковыми повторами. Индра называется Варшан, что обыгрывается не только на фонетическом уровне, повторением начального звука слова, но и на семантическом. Индра – гонящий стада народы, побеждающий врагов, Вртрешу – отсылка к победе над Вритрой, Вртра – расколовший скалу, Адри – и выпустивший коров в божественную речь. Неслучайно кони Индры характеризуются как запрягаемые словом. Вачо Юджа – семантические и фонетические ассоциации создают здесь перекрестные связи, смысловые и фонетические отсылки к другим гимнам, к другим текстам, к именам, к метафорам и тому подобному. И таким образом текст гимна оказывается сплетенным причудливым образом из созвучий, вызывающих не только фонетические, но и семантические ассоциации. А фонетическая архитектоника создает не только звучащую материю гимна, но и поддерживает его семантику. И здесь на слайде у меня цитата из работы Сергея Сергеевича Аверинцева. Теолог также мало доверяет каждому отдельному слову нести в себе адекватный смысл, как поэт не склонен предназначать каждой отдельной метафорой выразить с собой адекватный образ. Только оспаривающие друг друга слова, только противоборствующие друг другу метафоры создают, так сказать, силовое поле, посвенно порождающее в уме читателя нужный смысл или нужный образ. Слова должны усиливать друг друга интонационно и вытеснять друг друга содержательно и образно. Я сначала предлагаю вашему вниманию пример некоторых повторов в том гимне, которые я выбрала для анализа. Повторы здесь оказываются как структурообразующий принцип, оказываются композиционным приемом, структурирующим ткань гимна. А теперь я хотела бы проанализировать очень частное такое предложительное наблюдение, например, над вокалическим контуром первого стиха. Вот я выделила опять здесь полужуженным шрифтом гласные и хочу предложить вам посмотреть на эту получившуюся вокалическую структуру, вокалический контур. В первом стихе встречаются гласные А, долгое, А, краткое, А, долгое, И, краткое, и долгое, Э, У, И, Р, слоговое. Причем три последние гласные используются лишь по одному разу, а вся вокалическая нагрузка падает на гласные А и И, долгие и краткие. Краткий А встречается в исследуемом отрывке 10 раз, долгий А два раза, краткий И восемь раз и всего однажды долгий И. В середине второй пады мы видим гласные Э, а в конце первой пады слоговой Р, в конце последней пады, ну, не совсем в конце, да, в разрешении долгий гласный У. Гласный Э, как нам представляется в санскрите, как гласный среднего подъема, который появляется в случаях в санскрите на месте слияния гласных А нижнего подъема и В верхнего подъема. И не случайно поэтому, как нам кажется, он обнаруживается в середине, как раз средней пады, в самом центре стиха. А вот гласные Р слоговое и У долгое образуют как бы кольцевую композицию. Ограниченная звуковая гамма позволяет высказать предположение о зашифрованности вокалической структуры имени Индра в первом стихе имена. Интересно отметить, что ударный гласный И является ритмической опорой, поскольку встречается в первом стихе шесть раз, тогда как краткий А, долгий А, Э и долгий У по одному разу. Стоит заметить, что преобладание простых гласных из имени Индры, А и И характерно и для других стихов имена. Ну вот здесь я позволю себе высказать совсем уж такое фантастическое предположение, наблюдение. Дело в том, что точно такие же гласные А и И встречаются в имени бога Агрии. Но, как нам кажется, как нам представляется любопытным, в имени Индры первый гласный И верхнего подъема, а последний А нижнего подъема и вот высокие и низкие звуки, это вообще всегда, как показывают специалисты по фоно-стилетике, по фоно-семантике, является самой главной такой опорой для формирования структуры поэтического текста. Это невозможно не заметить, высокие гласные и низкие. Так вот, получается, что как будто бы в слове Индра, ну как будто зашифрованы сверху вниз, огненные стрелы громовержства направлены с неба на землю, а у огней наоборот. С земли на небо возносится дым жертвенного огня и молитвы жертвов. Ну, возможно, да, это такая фантазия. Тем не менее, теперь я хочу показать следующий слайд и обратить внимание на роль повторосогласных в архитектонике гимна. И здесь я выбрала звонкие предыхательные БХ и ДХ, которые создают причудливый фонетический орнамент в шести стихах гимна. Вот в суде писания, да, в первом стихе однажды употребляется БХ, во втором ДХ, потом опять БХ, а потом их скопление ДХ, БХ и еще раз БХ. Опять, да, два согласных в пятом стихе и в шестом тоже два. Статер говорил о том и писал в своих заметках, что если вы возьмете маленьких размеров текста, то в принципе там сложно будет что-либо увидеть. Нужно взять побольше, шесть строчек, восемь строчек, десять строчек. Но вот эта фонетическая склепа, если можно так сказать, да, вот этот повтор звуковой, он может охватывать не весь гимн, а какую-то его часть. Вот я выбрала небольшой фрагмент. Еще один фрагмент из этого же гимна. На самом деле, согласны, там же создают такой причудливый орнамент. На самом деле, каждый фрагмент гимна позволяет обнаружить повтор звуков и звуковых сочетаний. И в шестом стихе анализируемого гимна встречается десять носовых согласных. Пять звуков НА и пять звуков М с анонасикой. Причем в первой пазе симметричная структура. Три звука НА и три звука М. Во второй пазе удвоенный Н и в последней пазе два раза встречается звук Н. Повторяющиеся звуки скрепляют фрагменты гимна, создавая сеть перекрестных отсылок к разным частям звучащего текста. Повторы здесь не украшения, а инструмент создания текста. Фоносемантика является важным механизмом, конструирующим древний поэтический текст. Да и не только древний, если мы обратим внимание на фольклорные тексты, малые фольклорные жанры, потешки детские, какие-то колыбельные, пословицы, поговорки и так далее. Далее мне бы хотелось, я уже буду завершать свое выступление, В завершении мне бы хотелось сказать о том, что Сосер стал автором двух взаимоисключающих мнений. С одной стороны, он говорил о произвольном характере юнгистического знака, и в общем не мог говорить по-другому, поскольку язык есть система, семиотическая система, а семиотическая система произвольна. А с другой стороны, Сосер говорил о значимости звуковых повторов в юбийском тексте. И не просто, повторюсь, это какой-то фонетический орнамент, какая-то аранжировка, а эти звуковые повторы создают специфическую конструкцию, не только фонетическую, но и семантическую. Я бы хотела сказать, что эти идеи Сосера о фоносемантике разбивали разные ученые, ну или не идеи Сосера разбивали, а самостоятельно наблюдали фоносемантическую, особенность поэтических текстов. Их много, этих ученых. Я хотела бы в своем докладе назвать троих. Это Романов, Сосер и Кобсон, известная работа в поисках сущности языка. Вот это как раз наблюдение над звуковыми характеристиками, артикуляционно-акустическими характеристиками, это по и Кобсону есть сущность языка. И известный пример, который я взяла один всего лишь из этой статьи, и Кобсон говорит о том, как день и ночь в русском языке артикуляционно-акустически отражают то, что они называют. День. Все палатализованные, согласные, палатализованные, диезные, высокие по акустической классификации, гласные переднего ряда, высокие, что-то светлое, яркое, ночь, наоборот, носовой, низкий, НО лабиализованный, тоже низкий, а Че африкато по акустической классификации, резкий звук. Соответственно, ночь, что-то темное и такое опасное. Панов Михаил Викторович в своей статье о восприятии звуков пишет о результатах эксперимента по семантической интерпретации произведений поэтов-заумников, тексты заумников. И некоторые эти тексты анализируют, и эксперимент заключался в том, что студентам филологического факультета и сотрудникам Института русского языка были предложены вот эти тексты зауми и название этих произведений, шесть стихотворений. И нужно было соотнести название стихотворения с самим текстом. Так вот, эти соотнесения были совершенно безошибочны. Это говорит о том, что сама опора на фонетику, на звучание вызывает фонетические ассоциации и апеллирует к смыслу. И последнее. Я хотела бы поговорить о наблюдениях Журавлева, известной всем работой по фоносемантике, и привести тут на слайдах некоторые его наблюдения. Журавлев, как известно, проводил очень много экспериментов фоносемантических, и в частности, одной из его идей был перевод, если можно так сказать, звучащего стиха в цветовую гамму, в картине, если можно так выразиться. Соответственно, звуком русской речи, хотя он и другие иностранные языки исследовал, были приписаны цветовые оттенки. И вот как выглядит стихотворение Тарковского «Пускай меня простит Винсент Ван Гог». Мы видим здесь желтые такие пятна, а желтый как раз цвет ударного «О». «Пускай меня простит Винсент Ван Гог за то, что я помочь ему не мог», и так далее, и так далее. А вот, например, как выглядит в той же программе, как делал Журавлев, выглядит стихотворение Есенина. Вот первое – это «Отговорила роща золотая», а второе – «Зеленая прическа, девическая грудь». Вот «Отговорила роща золотая» тоже сначала мы видим безударные «О», зажигают желтый и красный цвет на общем фоне. Дальше березовым веселым языком наплывают темно-коричневые «Ы». Стою один среди равнины голой. Ударные «И» создают яркий синий просвет. Громко звучат сильные аккорды, потом картина врачней. У журавлей, дух, юности появляются темно-синие тона. Затем вспышки красного на сине-зеленом. Не жаль, не жаль, не жаль. И последнее – хочу поделиться с уважаемой аудиторией своим наблюдением. Я, когда читаю лекции в нашем филиале студентов казахстанского филиала в Астане, обратила внимание на то, что в Астане Аныни Нур-Султан памятник поэту Жамбылу казахскому. И вот посмотрите, уважаемые коллеги, рядом с памятником камень, на котором четверостишая из его поэм. И вот, посмотрите, в первой строчке только гласные верхнего подъема, узкие и высокие. Во второй строчке тоже только первый гласный «О», да, вот он не верхнего подъема. Третья строчка – все гласные, не верхнего подъема, темные. И последняя четвертая строчка тоже идут «Ы», «Ы» – самый темный гласный. И замыкает это четверостише опять высокие гласные. Что это такое? Случайно ли это? И студенты рассказали мне, ну, в общем, это и известные такие факты, что подобные особенности сингармонизма, строения слов в казахской поэзии используются очень активно как средство стилистической художественной выразительности, потому что гласные верхнего подъема, светлые, узкие, они используются для описания тонких чувств. Там, например, белый лебедь, да, точно так же, как и в русском будет. Там прекрасные тонкие девушки. А гласные нижнего подъема – это «А», да, это низкие гласные «О», «У» – это «Ы», они используются для описания сильных эмоций, вот как в этом четверостишей. Сильных эмоций, как правило, кровавая битва, там какой-нибудь хан-баты, вот в казахском эпосе именно так это и выглядит. Я хочу завершить и хотела сказать, что, конечно, как я уже говорила, часто вот эти фоносемантические наблюдения выглядят достаточно субъективно, но тем не менее хочется отметить, что семантика разлита по всем языковым уровням, по всем языковым единицам, и даже звуки вызывают впечатления такие семантические, стилистические. Осознанно или нет, но эта семантика выражается всеми языковыми единицами, в том числе и звуками. А уж тем более это касается древнего поэтического текста, такого сакрального текста, как ригведы. Спасибо за внимание. И в завершение, вот тут у меня картинка еще одна из Журавлева, которая как раз показывает соответствие стихопорения Тарковского «Петровские казни» и картины Сулькова «Утранскульбетская казни». Спасибо, уважаемые коллеги. Оксана Анатольевна, благодарим за очень изумительный доклад, очень изящный. Я думаю, что мы уже сейчас можем даже, как говорится, если проанализировать речь каждого из нас довольно плохо, мы можем уже наглядно понять выражение «светлый человек», «темный человек». Пожалуйста, вопросы есть? У меня есть вопрос. Да, большое спасибо за доклад, невероятно интересно. Я видела параллели с тантрическими текстами и теорией мантры, где смысл у каждого мантрического звука, каждый мантрический звук имеет свой смысл. Этот смысл очень широкий, поле смысловое невероятно огромное. А это в общем начало, вот тут все, что связано с началом, например. Обращали ли вы внимание на значение звуков конкретно в риквете и в других текстах санскринских, возможно? Каковы поля этого смысла? То есть можно ли их как-то уловить? И какие тексты? Есть ли тексты, которые говорят о смыслах звуков? Большое спасибо за вопрос. Да, я поняла. Но вы знаете, нет, мне такие тексты неизвестны. Я этой темой только начала заниматься. И как-то она такая маргинальная для меня. Поэтому не могу ответить на ваш вопрос. Но, безусловно, абсолютно уверена в том, что я на самом деле тоже пришла к этой теме анализируя звучание мантра. Потому что тем более в мантрах само звучание оказывается чрезвычайно важно. Тут даже не столько семантика, сколько звучание. Сам звук, вот эти частоты акустические вводят в определенное состояние сознания. Точно так же, как и песни, да, вот у нас слова ложатся на песни и так далее. Ну, безусловно. Но я этим сама не занимаюсь. Поэтому боюсь наговорить тут чего-то такого совершеннейшей оттепятины. Не могу сказать. Не знаю. Спасибо большое за ответ. Действительно интересная тема и очень трудноуловимая. Да, да, очень трудноуловимая. Прошу прощения, да, я сейчас в клинице. У меня, почему я этим заинтересовалась, у меня некоторые студенты хотят защищать дипломы и защищают дипломы на эту тему. Они берут, например, Маларме на французском языке, проводят такие эксперименты. Если вы не знаете французского языка, вы можете из шести стихотворений, опираясь только на звучание, догадаться, где лебедь замерзает в замерзшем озере, а где корабль качается на волнах. И вы знаете, когда они защищают свои работы, наша комиссия кафедральная всегда выносит один и тот же вердикт. Не убедили. Поэтому это, конечно, очень всё субъективно и как-то трудно доказуемо. Да, определённо тут какие-то нужны ещё. Это паранормальные способности. Да, наверное. Надо на какие-то курсы. Какая-нибудь эзотерика. Какой-то вопрос ещё у кого? Я вот вижу. Да, Татьяна Иосифовна, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое, Оксана Анатольевна. Приятно осознавать, что можно, если прислушаться как следует, то примерно понять, о чём идёт речь, или хотя бы хорошо это или плохо. А скажите, пожалуйста, каково среднее статистическое распределение гласных в корпусе или гвезды? Ой, не знаю, я не смотрела. Среднестатистическое вы имеете в виду в разных гимнах, да? Да. По отношению с согласными или как? Да. Ну вот как в вашем гимне, который вы проанализировали там, и А. Да. Добут распределение и А, и других. Вы знаете, нет, нельзя здесь, нельзя сказать… Клиниевских гласных. Да. Мне так и хотелось представить вам такую картинку, что в гимне Индри только вот такой будет узор. Нет. Ничего подобного. Естественно, самые разные гласные встречаются. Будет и Э, будет и У. Но если мы будем обращать внимание на числа, если мы действительно их посчитаем, то мы увидим, что в количественном отношении безусловно доминируют те гласные, которые в имени Божества содержатся. Вот, пожалуй, так скажу. Но, конечно, упростить всю эту картинку и сказать, вот мы по гимну можем определить, только по гласным гимнам можем определить, какому Божеству этот гимн посвящен. Было бы очень соблазнительно, но я пока этого не делала. Не знаю. Вообще было бы, конечно, интересно. Особенно, вы знаете, как мне кажется, обратить внимание на первые строчки гимна. Вот там должно быть зашифровано. Но я этого не делала. Не знаю. Спасибо. Такой фон мог бы быть полезен для выводов. Спасибо. Спасибо большое. Здесь еще вопрос в чате от Елены Алексеевны Бетинальты. Вы можете его увидеть в чате. Если хотите, я могу зачитать. Либо сама... Зачитайте, пожалуйста. Елена Алексеевна. Так. Картинки, изображающие стихи, созданы на основе теории синестетики, то есть восприятия действительных чувств. А идея синестетики была ли в индийской культуре? Идея синестетики была ли в индийской культуре? Не знаю. Не могу сказать. Ну вот здесь комментарий, пожалуйста. Да. Она зашифрована просто в структуре трактантрических мандал, на втором уровне общности, где есть распределение, допустим, по цветам, а также по вкусам и тому подобное. Так что это есть. Но это рассчитано на очень подготовленных и, в общем, полупрофессиональных людей, каковы суть тантрические созерцатели. А непрофессионально это видно как раз прежде всего в поэзии. Спасибо большое. Еще есть вот у Натальи, по-моему, да, был вопрос? Пожалуйста, Наталья. Да, спасибо вам большое за такой интересный доклад. Он очень сильно перекликается с тем, о чем я думала последние несколько ночей. Частично вот вопросы, которые задавались, они коррелируют с моим вопросом. У меня вопрос такой. Я опять-таки подойдусь с точки зрения физиологии. То есть мантры — это не просто слоги и не просто звуки. Это звуки, которые вызывают вибрацию определенных частот. На определенных частотах. Дело в том, что наши все внутренние органы, они будут вибрировать с разными частотами. То есть при произнесении определенных звуков будут наблюдаться определенные физиологические изменения в организме человека. Меня очень заинтересовало, я владею несколькими языками, меня очень заинтересовало, почему во всех языках, в основном во всех, определенные базовые, так скажем, ну, назовем это предметами или то, что нас окружают, они имеют схожее звучание. И я прихожу, чисто логически у меня возникла такая мысль, что звучание этих предметов, оно зависит от содержания в них, количественного буквально содержания в них, базовых четырех элементов. То есть четырех или пяти, там, сколько там, земля, вода, воздух и так далее. Проводились ли какие-нибудь исследования, которые позволяют определить звук предмета в зависимости от вибраций, которые он издает? Ведь зависимо от того, допустим, камень, в камне у нас будет больше воды, соответственно, вибрация у камня, она будет отличная от, допустим, вибрации дерева, в котором больше содержатся воды и органики. То есть есть ли такой вариант, можно ли предположить, что слова изначально, они были услышаны людьми, ну, или пралюдьми, я не знаю, в зависимости от того, какие звуковые вибрации издавали те или иные предметы. Есть ли кто-нибудь, кто занимался вот этим? То есть по сути своей, любой живой и неживой организм, он вибрирует. Соответственно, он вибрирует на каком-то звуке. Получается, при воспроизведении этих звуков мы будем воздействовать на те элементы, которые содержатся в нашем теле. То есть больше будет воздействоваться на одно, на одну часть органов и чувств, на другую. Спасибо большое. Оксана Викторовна, пожалуйста. Да. Ну, вы знаете, я попробую ответить, да, насколько я это поняла. Вот лично мне не близки подобного рода параллели, да. Я бы не стала говорить о том, что в разных языках совершенно похожее название одного и того же предмета, звуковое название как раз «Сосер» в курсе общей лингвистики опровергало это. Как раз вот он говорил о том, что в разных языках по-разному, разными словами называется одно и то же. И здесь вот он формулировал теорию произвольности лингвистического знака. Я же скажу, вот то, что мне приходилось замечать, безусловно, вот эта вот проблема попытки услышать, окружающий мир, услышать природу, отражается вот в этой системе звукоподражаний, да. А как оказалось, этим занимались многие ученые, оказалось, что слов на основе звукоподражания в разных языках великое множество. Их море, мы просто как-то не готовы их замечать. Ну, например, там слова, которые говорят манеру, которые описывают манеру человека говорить, сюсюкать, причмокивать, шмакать, чапкать, ходить там есть и так далее. Они все звукоподражательные. Звукоподражательных слов море, но все равно существует национальная какая-то специфика. Вот я сошлюсь на свой опыт. Я здесь как-то философией, да, не занималась этой проблемой. Вряд ли мой ответ вас удовлетворит, но мой опыт будет такой. У меня однажды был опыт преподавания русского языка китайцам. Это было довольно давно. И вот китайцы знали русский язык прекрасно, и они возмущались русским звукоподражанием, когда русские имитировали крик животных каких-то. И они вот особенно возмущались лягушкой. И говорили, ну где вы слышали такое, чтобы лягушка сказала «ква-ква». И когда я попросила изобразить, а как она говорит по-китайски, ну действительно более похоже. Это все звуки, фонемы, которые существуют в конкретном языке. Носитель каждого языка как будто, я беру метафору Турбецкого, просеивает сквозь фонологическое сито родного языка звуки природы. То, что он слышит в природе. А слышим мы в общем природу, ну я думаю, не совсем одинаково. То есть вот я бы остереглась проводить такие глубокие параллели и говорить об изомартизме этих явлений. Спасибо. Шива-санту-ша-санту-шта Саргадир-хетуришвара Саргадир-хетуришвара Шива-санту-ша-санту-шта Саргадир-хетуришвара Шива-санту-шта-санту-хэвам Продолжение следует...